Друзья, всем привет! Вчера был на рыбалке на Волге, поймал две щучки. Ну, одна не очень большая, другая, но хорошенькая такая. Там фотографию вставим, посмотрите. Вечером почистил, снял с нее филе. Рыбы, все знают, костей страшное количество. Ну, щука есть щука. Но мясо шикарное, никакого запаха вообще не пахнет. Прямо килограмм точно есть. Ну, само собой, помимо рыбы туда пойдет лук, решили добавить сало и свинины. Ну, да. Говорят, так гораздо вкуснее. Ну, килограмм-то точно есть. Сколько это, несколько грамм, сто весит. Да, килограмм сто, значит, где-то. Ну, вот. Сюда сейчас добавим свининки. Рыба очень сухая, поэтому сюда добавим свининки, даже кусочек сала свиного. Будет шикарно вместе с луком, будет отличная котлета. Сейчас план действия такой. Филе перебиваем на мясорубке дважды, потому что костей страшное количество, выбрать их нереально. На мелкой сеточке, на мелкой решетке, ну, которая есть в комплекте, самая мелкая, пропустим два раза, чтобы кости все перебились. Потом они пережарятся и нормально не будут чувствоваться. Поэтому, все, погнали. Два раза это и один раз сало с луком. Ну, вот, прокрутили еще и лук. Сейчас это все дело перемешаем. И часть фарша, именно рыбы с луком, я отберу для себя. Я сделаю фрикадельки. Лук перемешала с рыбным фаршем и часть вот эту вот отбрала для себя на правильное питание. Буду делать фрикадельки рыбные с луком. Саша говорит, что суховато будет, но я правила нарушать не буду, никакого жира. Думаю, так получится вкусно. Тем временем продолжаем делать фарш на котлеты. Положила сюда вот уже свинину, лук и продолжаем крутить. Ну, все, осталось только сейчас перемешать все, посолить и поставить отдохнуть. Дальше Саша продолжит. Для своих фрикаделек, для правильного питания, добавляю 4 перепелиных яичка, солю адыгейской солью. Сейчас я все размешаю и поставлю варить фрикадельки. Также буду делать, как обычно, в кипяток. Катать шарики, складывать, минут 20 поварится и буду отключать. Такой план действий. Итак, начинаем вымешивать фарш. Повторяем, что у нас здесь рыба, свинина, сало, лук. И вот, Саша, садить будешь ты? Да, да. Сейчас размешать. Для чего вот ты это делаешь? Выбиваешь фарш для чего? Всегда фарш выбивает. Для того, чтобы сюда, чтобы более сочные они были, в структуру мяса, влага, чтобы не вытекала, а вбилась в структуру мяса. Ну и все ингредиенты заодно дружатся. И дружим, 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 да. И вытыкать тоже сразу нельзя, почему? Ну, должно настояться, процессы все пройти. А какие там процессы-то проходят? Химические. Химические? Взаимодействие полностью произошло. Мясо должно созреть. Любое мясо. Какое блюдо не готовишь, шашлык, еще чего-то, мясо должно созреть. Вон, говорю, как адыгейская соль. И вот, а скорость сверху, вот только насыпала. Ну, а сюда, считай, ни перец, ничего не добавлять. Сразу уже все есть. Кто пришел? Ребят, я. А что ты хочешь ребятам сказать? Ребят, муська ушла от меня. Не знаю, куда заныкалась муся. Да? Да. Ты хочешь, чтобы ребят тебе ее нашли? Да. Да как же ребят найдут-то? Иди сам ищи. Не могу. Помогите бы меня найти. Ну, ребят. Помогите. Все, мясо выбилось. Делаем вот так вот. Пусть постоит, позреет. В принципе, сюда можно добавить сыр. Сюда можно добавить яичко. Поплотнее будут котлетки. Но мы это делать не будем. Кто-то любит батон там размокать в воде, в молоке. Это все не портит фарш. Нам вот так больше нравится. А вот отличные котлетки получаются. А вот и какие? Вполне достаточно. Сколько им постоять надо? Ну, минимум минут 20. Вот так чудесно варятся мои фрикадельки рыбные. Я их крупнее сделала. Запах стоит обалденный. Не сильно рыбный такой запах, но очень приятный, нежный. Вот добавляю еще сюда разные травки. Ой, получится просто чудо какое-то. Сейчас накрою крышечкой. И прям еще буквально минут 10 и все. Ну, само собой, да, обсолила я адыгейскую соль. Не помню, говорила, не помню, нет. Все. Пусть доваривается. Вот такое получилось замечательное блюдо. Сейчас буду пробовать, скажу, что в итоге получилось. Такие чудесные рыбные фри-кадельки. Ммм. Очень вкусно. Они такие вот прям сочные-сочные. Вообще чудо. Ммм. Обалдеть. Вкусно. Муська на заднем фоне наелась тоже. Ее тоже накормили рыбой. Счастливая, довольная. Моется. Угу. Вообще, как вариант. Для правильного питания. Вот кто не любит, когда сухо. Там сухое мясо, сухая рыба. С луком. Все просто сочное. В бульоне. Ну, красота. Ну, если кто не заметил, обрати внимание, что это отобрана была рыба специально. С луком. И сюда больше ничего не добавлялось. Ну, да. Очень вкусно. Угу. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Первая партия котлеток у меня запеклась. Вот сейчас Саша будет пробовать. Часть котлеток я поставила на пожарить. Сейчас тоже покажу. Вот тут мы жаримся. Пахнет вкусно. Слегка рыбный запах. Вот прям чуть-чуть. А в принципе, в основном, как мы, мясной больше. Саша сразу к противню. Говорю, давай на тарелку, как порядочный. Говорю, некогда тарелки будем пробовать отсюда. Горячий. 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 Только из духовки, конечно, горячий. Ммм. Ребята, это просто... Ммм. Умать ешь. Наверное, рыба-то не очень не чувствуется даже, да? Нет. Чувствуется немножко как бы есть она. Чувствуется, чувствуется, что либо там есть. Ну, кстати, вот сколько костей там было, вообще ни одной косточки не чувствуется. Ну, я ела вообще тоже никаких вот косточек нет. Все, мясорубка хорошо перемалывала. Прям вкусно. К макарошкам или эту пюрешку-картошечку делать. Ммм. Вообще ничего не надо. Абсолютно нормально. Сам себя не похвалишь. Да, а то мне говорят, ты пересаливаешь. Ну, нет, почему? Ты же по своему вкусу делаешь-то. Ну, вообще-то говоря, я даже немного недосаливаю. То есть, в прошлый раз рыбу я солил, у меня руки просто мокрые были. Я соль брал, у меня больше соли на руках оставалось. Поэтому показалось, что я слишком много туда ее положил. Это нас кумбрию делали. Огромное спасибо Волге-матушке. Такую рыбка нас кормит. Ну, вот они котлетки. Я сделала, правда, небольшими, но тоже получились, мне кажется, вкусными. Вот такой ужин ждет. Мне кажется, что маленькие, что большие, они вкус... Компотик со сладостями, котлетки с помидорками, свежий хлебушек, пап, ну. Ням-ням. А что, ребят, ты готовил, чтобы я их варить? Ну, так ты рыбак наловил. Ну, что, можно сказать-то, друзья, рекомендуем котлеты. Езжайте все на рыбалку. Ловите щук. Ну, в принципе, щука дешевая рыба. И даже если в магазине купить, можно такие котлеты не вертеть. Да это понятно. Ну, весь цимус-то сам поймал. Ну, это да. Добытчик добыл. Кто умеет ловить, тому в магазине не покупать. Ну, просто если нет такого возможности, то можно и купить. Ну, приятного аппетита. Все, прощаемся. Пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok